Затерянный в лесах город-призрак. Большое множество зданий и кругом абсолютная тишина. Вот тут видимо было что-то вроде бомбоубежища. Когда-то родные квартиры и улицы были оставлены навсегда. Санузел и вот такой красивый душ. Мы отправились в глушь в Владимирской области и были удивлены масштабом этого опустевшего места. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Привет друзья с вами канал русские тайны и я думаю то что все в курсе то что youtube постоянно штормит. То его хотят заблокировать то не хотят его заблокировать. В общем какой-то ужас. Поэтому напоминаю то что у нас есть достаточно активный телеграм-канал. Там каждый день ну почти каждый день выходят посты о каких-то наших поездках. Фоточки выкладываем с новых мест. Всегда эксклюзивчики есть. Общаемся с вами в комментариях и отвечаем на ваши вопросы опять же. В общем жизнь бьет ключом. И в случае блокировки ютуба опять же телеграм-канал остается последней ниточкой с помощью которой мы с вами сможем поддерживать связь. И конечно огромное спасибо за вашу поддержку за ваши донаты. Этим летом по традиции будет большие поездки по регионам. Преимущественно по России и поэтому очень нужны ваши донаты. Съемки вещь дорогостоящая. Но мне кажется что у меня все-таки неплохо получается. И на такое стоит донатить. Впереди еще много интересного предстоит открыть вместе с вами. И правда я очень не хочу с вами прощаться. Поэтому вся надежда на вас. Будущее канала в ваших руках. Вот честно я очень устал от потока новостей. Но ничего не остается. Приходится следить за ними. А вот у спонсора этого выпуска, кстати говоря подписчика этого канала, всегда хорошие новости. Автор Вадим Канделинский рассказывает только смешные и необычные новости из разных сфер нашей жизни. Без ужасов, без политики и негативной повестки. Про людей из разных стран, про новые разработки в науке и прочие штуки. Канал только появился, поэтому давайте поддержим Вадима. Ссылка в описании. Друзья, в 6 утра мы ни свет ни заря, едем еще до рассвета солнца. Я не знаю как ты, но я спал в 2 часа. Ты в 6 утра обычно не просыпаешься, а ложишься, да? Нет, 6 нет. Опять ложусь. Ну что, друзья, в дорогу. Скоро встретимся уже. Путь сегодня довольно долгий, нужно пройти пешком не помню сколько километров, но грязь там приличная будет впереди. Вообще, Владимирская область я просто обожаю. Она очень разнообразная. То есть тут с одной стороны вроде бы речки, озера, но с другой стороны и болота. Я их просто обожаю. Они все классные. На них всех просто невозможно наглядеться. На то, насколько они вообще красивые. Ну и, конечно, в Владимирской области много брошенных деревень, потому что все-таки большая отдаленность от города, ну и, соответственно, и люди стали уезжать в Москву еще где-то в 90-х годах. Ну и, конечно же, грязь, хреновая дорога. Как же не без этого? Ну что, Никита, как тебе место? Место как место. Пойдет. Казалось бы, прошло не так много времени, а заросло вообще невероятно. Друзья, собственно, пока я иду до этого места, хотел бы немного рассказать про этот городок. В общем, место знаменитое было в советское время. Здесь проживало множество людей на постоянной основе. И здесь было все для комфортной жизни. То есть тут был кинотеатр, библиотека, бассейн. Такая вот набережная. Кстати, говоря, в хорошем состоянии была набережная. Не знаю, правда, что с ней случилось. Но было все классно, все развивалось, финансировалось просто от души это место. Принадлежало этому знаменитому Владимирскому дочь Машу. Тогда довольно крупному и богатому предприятию, в котором введение был вот этот санаторный городок. Ой, какая красота. Слушайте, ребята, невероятно. Я прямо ждал, на самом деле, такой погоды, чтобы и не сильно холодно, и не сильно жарко, и при этом вся листва такая павшая. Блин, подойти бы поближе. То есть тут лестница вообще по-хорошему должна быть. Должна была быть когда-то. Главное сейчас вниз еще кубарем не полететь. Ох-ох-ох. Но ближе к десятым годам завод обанкротился. Так как все-таки завод сам говорил, что это его непрофильный актив, он не знает, что с ним делать. И лучшее, что могло быть, это чтобы он ушел в государственную собственность. То есть выставлен на торги. За 9 миллионов рублей продавался этот санаторный городок, прямо с землей, ну полностью под ключ, я так понимаю. Что от него осталось, сейчас вот посмотрим. Да, тут был какой-то сруб, видимо, старый. Что-то деревенский дом что-ли был. Нет, а ты не знаешь, что за засечки на этих бревнах? Один, два, три, четыре. Чтобы не перепутать, что ли? Пять. Посмотрим внимательно. Нижний более толстый, а верхний более. Хотя вот это в гердине, конечно, портит, но это, конечно, самодел какой-то. Как раз тут чисто, знаешь, такие какие-то финские домики, финская вообще такая атмосфера. Не знаю. Ну, по крайней мере... Как по-моему, вот это самые вот такие дешевые бытовки. Ну, тем не менее, в Финляндии я порой видел такие домики, которые, в принципе, подолгу и живут. Потому что я, когда читал про это место, здесь изначально планировался городок. То есть, вот ты видел, там дальше еще дома, дома идут. Блин, как все-таки быстро все расфигачили. Тут детская площадка была, люки вон даже у колодцев. Все куда-то посрывали, все поздавали на металл. Вон, кобеля торчат. Тут была горка, качеля. Сейчас какой-то один сплошной тлен, к сожалению. Ну, а здесь можно было отдохнуть. Знаете, довольно живописное место. Кругом сосны, домики. Вот, видно сзади, кстати говоря. Тут, знаете, мне кажется, очень легко потеряться. И никто тебя здесь не найдет. Потому что кругом лес, связь тут почти не ловит. И такое, знаете, ощущение, ну, как будто бы находишься в какой-то зоне отчуждения. Настолько тут такая вот тягучая атмосфера прошлого. Городок был действительно большой. Вот там было что-то вроде главной улицы. Здесь столовая, там жилой корпус. Чуть подальше жил персонал. Вот тоже довольно интересный. Раз корпус, два корпуса. И соединены вот таким вот переходом. Да, вот такая вот была столовка. Всякие люстры. Я так понимаю, где-то здесь должна быть кухня, где готовили еду. Удивительно, конечно, что вроде как это место закрылось лет 10 назад. О, тут все железо попилили. Пару месяцев назад еще здесь все было. Все, решили тут, видимо, попилить окончательно. В принципе, была надежда на то, что этот санаторий продадут. Но что-то, что-то не срослось, видимо. То есть если уже выпиливают все железо, значит, окончательно место пришел конец. Да, совсем уже все подразбили. Блин, вот тоже представьте, так вот выходил кто-то, смотрел в окошко. Да, какая красота вообще. Так, ну, спустились, собственно говоря, в подвалы. О, пол прям прогнил тотально. Судя по всему, это был бывший бункер связи. После начала холодной войны была необходимость в том, чтобы обеспечить хорошую, а главное стабильную связь, даже во время чрезвычайной ситуации. В случае войны именно отсюда могло бы осуществляться руководство страной. Из этого убежища можно было связаться с любым городом Советского Союза. Для таких целей и была разработана целая сеть секретных узлов связи по всей стране. Располагаться узлы связи могли в самых неожиданных местах. Например, в тех же пионерских лагерях. В свое время для меня это было большим открытием. Ссылку на подобные места я оставлю в описании. Ну, мало ли заинтересовало. Местный санузел оборудован. Еще видно, в нулевых годах все переоборудовалось. Вот женский. Вот мужской санузел. Ну, такое довольно просторное место. В принципе, тут было создано все для комфортного проживания. То есть, можно было тут работать и, так скажем, перевозить всю семью. Потому что в каждом из этих домиков можно было, ну, пока ты работаешь, собственно говоря, у них жить. В принципе, я помню такой опыт, когда люди так и продолжали жить в санаторных городках. Потому что часто из-за кризиса санаторий закрывались, а люди по привычке оставались жить там. Вот один из пятиэтажных корпусов. Тоже так выглядит довольно интересно. Вон там наборная башня. Ну, а там где-то была, по-моему, танцплощадка. Вот такой красивый балкончик. Книжек тут, конечно, большое разнообразие. Потому что брали тут все, кто отдыхал и кто работал. Самое главное, что за книжками всегда следили. Потому что в любое время могли спросить, где книга, почему не отчитался. Печально, конечно, что книжки становятся со временем никому не нужны. Потому что в советском времени, конечно, все это было в почете. Все это было в любом случае совершенно в другом качестве. А сейчас все эти книжки брошены и остались доживать свое время вот в таком вот ужасном виде. Номера все были, конечно, какие-то вот видно, что отремонтированы. Точнее, начать был ремонт. Но потом все это, видимо, свернули, потому что кончилось финансирование. О, а тут, кажется, был медпункт. Ну и вот, были вот такие небольшие номера. Балкончик. Розеточка. Опа! Опасно, опасно. Можно и вниз провалиться. Санузел. И вот такой красивый душ. По всем, я думаю, проходить комнатам, я не думаю, что есть смысл. В принципе, они все похожи. Вау! Последний этаж, конечно, выше всех похвал. Такие большие световые окна. Да, и комнаты, 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 где когда-то проживали люди. Представьте себе, что вот здесь вот гуляли люди, приезжали отдыхать, многие работали. Потом изменилось время, изменились люди, изменилось целое поколение. И вот такие вот красивые и живописные места оказались попросту никому не нужны. О, место для шашлун-доса. Причем оборудованное очень даже неплохо, с крыши. Смотри, потребность в этих санаториях, когда было? Когда был Советский Союз, когда люди были невыездные. Выбора другого не было, потому что путевки-то почти халявные были. А сейчас что? Да, Турция, Европа. А сейчас рыночек начался. Да, сейчас рыночек. И бесконечный санаторий, я не знаю, какой-то глуши, без фишек. Ну, никуда это. Есть те, которые пытаются по Советским принципам, ну, а вот сами приедут посетители. Ну, и вот что выходит. Глубое озеро. Хорошее расположение, далеко от Москвы. Электричка в 10 минутах. Вполне неплохое здание. И что, прям помогло. Опять же, тоже Полушкино. Шикарный просто лагерь. Ну да, потому что, с другой стороны, там... Не коверенно, вообще коверенно. Лагерь, детский лагерь с парком аттракционов. Тут уже Караскин действительно сыграл отдаленность от Москвы. Ты правильно говоришь? Потому что, с одной стороны, вроде бы говорят, что вот, там, нам перестали финансировать. А с другой стороны, если бы ехали туда люди пачками, просто вагонами ехали, я думаю, что-то это придумали, как сохранить санаторий. Когда идут деньги, когда все окупается и все круто, то что закрываться там? То есть, это все отговорки. Правильно ты говоришь? Потому что просто спрос упал. Было бы желание. Друзья, если вам понравилось видео и вы хотите меня отблагодарить, то ссылки на реквизиты я оставил в описании. Спасибо. Путешествуйте по России, развивайте местный туризм. Ну и надеюсь, вам понравилась наша поездка. С вами были Русские тайны. Ну а чтобы это видео ушло в рекомендации, всего-то нужно поставить лайк, написать два комментария, ну и подписаться на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok